Мотивация Мотивация – это сила, которая исходит изнутри. Эта сила возникает тогда, когда человек исполняет и реализовывает свои желания. Когда же он идет не туда или не так, мотивации нет, и мы сталкиваемся с тем, что мы называем ленью. Тобто лень и мотивация – это одно и то же самое, или нет? Это как две стороны одной монеты. А как можно себя мотивировать? Ну, в целом, когда человек раскрывает свое глубинное желание, то, чего он хочет по-настоящему. Мотивация, она как естественный источник фонтанирует из человека. Он ходит такой заряженный, исполняет постоянно свои какие-то задачи, дела, общается с людьми, и жизнь идет ключом. Также есть источник мотивации внешней. Это такой волшебный пендель или кнут. И человек может просить такой кнут у других людей, может сам себя ставить в такие жесткие рамки. Но как только этот кнут даст слабину, человек сразу растекается, как такая лужица. Поэтому, конечно же, лучше искать эту мотивацию внутри, истинную мотивацию. Ну, и снова же таки, есть люди, которым нужен какой-то поштовх, а есть какие-то наоборот. Только кто-то скажет что-то не так, и сразу мотивация исчезает. Да, как для меня это говорит о том, что человек по-настоящему не шел своей глубинной целью, а искал одобрение у других людей. Знаете, вот есть такой класс людей, которые хотят быть всегда хорошим для всех, что, в принципе, невозможно. Поэтому такой человек, скорее всего, не имеет дело с настоящей своей мотивацией и желанием. Просто пытается как-то залечить свои травмы, детские в частности. Как вы думаете, сегодня люди мотивованы отходить на работу? Что дня? Зранку? Ну, я думаю, что подавляющая часть точно не мотивирована это делать. Но, безусловно, люди идут получать какое-то образование, которое им не интересно. Они учатся так, как им не интересно, делают то, что им интересно, а потом еще не могут устроиться по этому образованию. И устраиваются на те работы, куда возьмут. Просто, чтобы деньги были. Поэтому здесь о мотивации, ну, как бы, обычно речи не идет. Главное, чтобы человек хоть как-то проснулся, собрался и дошел до места работы. Это уже считается успехом. Как вот у нас все, успех с представкой не. Мужчина не спился, не скурился, в тюрьму не сел. Это уже хорошо. То есть, я так понимаю, чтобы лучше себя мотивировать в будущем, то тем выпускникам и учням, которые сейчас учатся, и выбирать себе какую-то профессию, нужно уже начинать себя мотивировать, так? Конечно, нужно понимать, кем я хочу быть через 5, через 10 лет. Что я хочу давать в это общество, что я хочу от этого общества получать, чтобы быть действительно частью чего-то целого, частью чего-то большого, а не просто таким человеком, который сидит дома у себя в фейсбуке вечером и не знает даже, ну, что делать. Если же, все же таки, человек выбрала не ту профессию, которую она хочет, но жизнь такая, что иногда доводится работать, хочешь не хочешь, а как это, есть всегда, и нужно всегда, что делать в данном случае, возможно? Ну, конечно же, есть такое, как хобби. То есть, нужно просто понять, что тебе нравится. Так, кореативник какой-то, так? Да, и просто это существовать. Хобби, оно обычно всегда все равно связано с другими людьми. То есть, будь ты коллекционером монет, художником, скульптором, дизайнером, все равно ты что-то делаешь еще и для других людей. И ты от этого получишь обратную связь, благодарность, деньги. И в целом потом хобби в итоге может перерасти в полноценный бизнес. Почему бы и нет? Когда же ты еще не определился с хобби, просто ходишь на работу, но, по крайней мере, есть люди, которые тебя окружают. Ты можешь с ними общаться, можешь, да, вот как-то обсуждать насущные проблемы, устанавливать какую-то дружескую, тесную, гармоничную связь. Ну, даже чай пить там в обид вместе. Почему бы и нет? И тогда это все равно будет наполнять человека. Он будет просыпаться в утром не для того, чтобы там делать какой-то отчет неинтересный, а для того, чтобы увидеть тех людей, которые ему стали дороги. Ну, вот вы знаете, что я скажу. Недавно я сидел в одном кафе, и ко мне подошел маленький ребенок. Просто сказал «Привет, как дела?». И настолько искренне, что я понял, что многие люди не смогут так сделать. И поэтому я считаю, что человек не может любить одиночество. Скорее всего, просто ему стыдно пошутить, стыдно обнять кого-то, да, станцевать, запеть, когда ему захотелось посреди рабочего дня. И поэтому из-за невозможности это сделать, показать себя, он скорее прячется у себя дома, потому что другого выбора у него не остается. Или же он устал от всех, ему нужно хотя бы какое-то время, чтобы восстановиться. Но обычно гармоничный человек, скорее всего, это общительная, радостная личность. Что означает прислушаться к себе и выполнять то, что ты хочешь? Это очень важный вопрос, потому что многие люди думают, что они знают, чего хотят. Я хочу взять квартиру на 20 лет в ипотеку, я хочу купить машину через 5 лет, поехать куда-то за границу. Какие-то глобальные планы, да? Да, глобальные желания, которые обычно или реализуются с большой нагрузкой, напряжением боли, или вообще оттягиваются. А вот, да, один человек сказал, вы хотите жить вечно, но вы не знаете, что вы будете делать в эту пятницу вечером. То есть человек говорит, что я хочу сделать глобальное желание, а что ты хочешь сейчас, в эту секунду? Так, чтобы скрасить твой рабочий день. Может быть, ты возьмешь там любимый чай, или возьмешь кофе в дорогу, или свечки красивые расставишь, или подарочек кому-то сделаешь. Люди не знают, чего они хотят в эту секунду. И вот мотивация, она связана с чувством человека и пониманием своего желания здесь и сейчас. Не когда-нибудь в будущем или в прошлом, а вот здесь и сейчас. Вот она мотивация, вот она жизнь в эту секунду. Я знаю, что для наших глядачей вы подготовили несколько практик, так? Да. Декілька порад, как себя мотивировать. Ну вот, в принципе, две практические вещи. Вот сейчас не хочешь идти на работу, не хочешь что-то делать, возьми и просто составь себе список из 10 желаний, как ты бы мог украсить сегодняшний день. Позвонить близкому человеку, описать просто смс-очку приятную, когда ты долго оттягивал сказать кому-то, я люблю, я тебя ценю, уважаю, возьми и напиши. Возможно, ты себе отказывал в какой-то там вкусной шоколадке, тортике или еще о чем-то. Но возьми себе и купи как-то. То есть, опиши те вещи, которые уже в пределе твоей досягаемости. Не нужно, чтобы их было там ждать месяц, там, да, какой-то зарплаты, там, еще чего-то. Вот сейчас, чтобы ты мог просто взять и сделать. Уже сейчас улучшить свое состояние настроения. Даже там стих написать, порисовать, книжку почитать. Вот такие вещи. То есть, это должны быть какие-то маленькие желания, которые можно выполнять протягом дня, я так понимаю, так? Да. А было там, неделю. Дня лучше. День лучше дня, потому что мы имеем такое свойство это откладывать все на потом и жизнь свою тоже откладывать на потом. То есть, такие пунктики, которые человек может вот сейчас прямо сесть перед работой и записать. То есть, мотивировать себя, раньше прокинуться, записать эти пунктики, может, краще с вечера уже? Конечно, как вот на день рождения. Всегда я замечал, что я просыпаюсь очень рано, потому что мне интересно, что же мне там подарили. Вот, как бы, отличная мотивация просыпаться рано утром. Доброе. Ца одна ты. А инша? Есть такой квадрат приоритетов. Нужно разделить листочек А4, ну так, накрест. Верхний левый угол – это будут дела, называемые срочные и важные. Ну, там, например, начальник начальника начал наводить кипиш, и тебе от всех досталось. Поэтому тебе нужно срочно делать что-то очень важное, чтобы спасти ситуацию. Или в туалет захотелось. Тоже, как бы, игнорировать это будет очень опасным. Это все, что срочно и важно. Дальше это важное и несрочное. Это верхний правый угол. Важное и срочное – это там, где находится вся наша жизнь. Это наше творчество, это наши отношения. Ну, как бы, да, отношения сейчас не рушатся. Они еще не в разряде срочного, но они важны. Если ты не будешь уделять внимания отношениям, они потом перейдут в разряд срочного, и нужно будет уже что-то быстро спасать, что всегда сложно. Здоровье. Можно заниматься здоровьем каждый день, да, вот постепенно. А можно запустить свое тело и потом, ну, так, очень удивиться, что же с вами происходит. Дальше это нижний уже уголочек. Это у нас что? Это неважное, но срочное. Друг твоего друга приехал откуда-то там из Серы-Урпинска. И тебе нужно очень быстро к нему приехать, чтобы ты его видел, потому что он наезжает. Но тебе это не надо. Это срочно, но не надо. И неважно, не срочно, это последняя часть. Посмотреть какой-то там сериал, или ты пообещал когда-то с кем-то пойти навстречу. Она никому не надо, но это тянет. Это тоже какой-то груз, который тянет. И просто возьми и запиши на листочке. Вот сегодняшний свой день, сколько там процентов вот этого неважного и несрочного, вот этого всего барахла. Сколько по-настоящему ты уделяешь время себе, своим ценностям, своим желаниям, своему будущему. То есть это то, что у нас несрочно, но важно. И сколько у тебя срочных дел, то есть вот этого вот запара. Тебе нужно найти свой собственный баланс. Потому что один день, это кажется, ну что я там один день запишу, это все. Так, хвилина, но иногда хвилины не выстачает. Конечно, да. Но это вся жизнь. Как ты живешь один день, так ты живешь и всю свою жизнь. Это жизнь в миниатюре. Скажите, пожалуйста, а че может музыка мотивовывать людину? И как сам? Ну конечно, да. Музыка, все мы ходим сейчас с наушничками. Понимаете, зачастую музыка, она погружает нас в мир своих фантазий, там, где мы свободны. То есть мы сейчас настолько зажаты стыдом виной, что мы даже фантазировать зачастую не можем свободно. А музыка, она обычно связана с каким-то ритмом, с какими-то образами. Есть же разная музыка, там, есть какая-то воинственная музыка, да, есть такая музыка раскрепощающая, есть такая более архаичная музыка, там, ритм каких-то барабанов такая, да, вот этническая. Она всегда погружает нас в пучину наших чувств, эмоций, фантазий. И вот хотя бы какой-то небольшой промежуток, когда ты там идешь до своей работы, там, или в маршрутке едешь, или в машине, ты можешь слушать и фантазировать, быть собой, какие-то моменты искренности. А искренность, она всегда связана с источником мотивации, и поэтому музыка приносит нам радость и вдохновение. Доброе, дякую вам, пане Игорь, что вы сегодня до нас завитали. Я нагадую нашим глядачам, что сегодня разом с нами был Игорь Кутузов, психолог. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова